друзья и мы счастлив вас приветствовать из недр главного магазина сети компании сплав который расположен в городе москве на улице кечерская дом 16 и со мной специалист компании сплав кирилл ну вам уже хорошо знакомый надеюсь вами любимый в только в положительном ключе и мы сегодня обсудим новинки тактической серии да сегодня мы готовы представить утепленную совшельную куртку диабаз концепт утепленного совшела многим знакомо и в нашей линейке уже есть одна куртка подобная базальт куртка базальда но куртка базальт сама по себе более простая и больше ориентирована на полевое применение соответственно была разработана куртка для скажем так более городского тактического тактического применения тактического городского применения куртка по своей конструкции немножко сложнее присутствует уже больше карманов доли развитыми более развитые и капюшон съемный съемный капюшон но самая главная штукенция в ней это вот такая вот огромнейшая молния которая находится сбоку курт данная молния несет две функции первая это вентиляция конечно же а вторая функция это доступ к поясному снаряжению то есть снаряжение которое находится у вас на поясе в том числе и носится скрыть и носится скрыть дано в отличие от скажем так других образцов подобной конструкции вот этот молния необходимо заметить она имеет стопор то есть бегунок он фиксируется в положении которому открыли то есть дернуть и резко открыть не получится но данная конструкция позволяет сохранить молнию дольше живет она она дольше живет потому что при резких рывках бегунок начинает повреждать зубчики и соответственно делать именно с этой куртки этого не надо далее ну кроме съемного капюшона такая совершенно удлиненная спинка как и на куртке базальт ткань совершенно идентична то есть вверх это нейлон изнутри она ламинирована мембраной и следующий слой внутренний который ближе к телу это флиз необходимо заметить что мембрана в подобных изделиях это не про водозащиту основная функция мембрана в подобном изделии это ветрозащита а водозащита она уже идет как приятный бонус в некоторой степени водозащита да в некоторой степени конечно же поэтому швы не проклеены швы также не могут быть проклеены из-за того что подкладка флисовая вкратце это основные моменты данной куртки но у нас есть активный пользователь ну да который может рассказать про неё активным подробнее именно в плане ну да друзья я буквально получил ее для теста как только она появилась в каталоге . только она появилась магазинах каталоге сразу получил ее на тест и это в очередной раз произошло чудо и оси ну куртка ориентированная на осень появилась в продаже осенью мы стараемся значит и соответственно я успел ее потаскать в течение осени значит что хочу сказать но она я очень люблю базальт уже 10 раз про базалт рассказывает очень люблю базальт но данная куртка оно намного цивильнее то есть Штука какая? Оттенков черного может быть несколько. Ну, он не радикальный черный, я хочу сказать. В принципе, вот. Базальт в черном цвете. Ну, вот я и говорю, что это какой-то больше похоже на антрацит или графитовый какой-то цвет. Такой чем-то отдает все. Данный партий тканем получился. Смысл в чем? Что в городе смотрится достаточно неброско, не агрессивно и лишнего внимания к себе не привлекает. Развитые карманы позволяют разместить любые адекватные элементы набора на каждый день, которые вы носите. Понятно, сюда не положишь паракорда 200 метров, кошку, еще что-то, огниво или еще что-то. Нет, но я имею в виду телефон, ключи, ножик, фонарик, мультитул, возможно, еще что-то вполне. Далее, что касается заявленной опции про доступа к поясному снаряжению. Вот с этой стороны я не использовал, но вентиляционные молнии использую постоянно. И да, они здесь то же самое, как и в базальте, огромной величины и, соответственно, позволяют регулировать микроклимат в очень большом объеме. Это действительно очень удобно. Съемный капюшон, опять же, то есть я лично, если куртка предназначена для ношения однозначно в качестве внешнего слоя, а это однозначно внешний слой, то я не вижу смысла, я не вижу смысла в съемном капюшоне. И поэтому вот то, что в базальте он не съемный, вот у меня это вот отлично. Это смысл в съемном капюшоне один. Когда пойдет дождь, его не будет на куртке. Ну, это 100%. Это железобетонно. Вот ты куда-то пойдешь, и вот когда дождь пойдет, его не будет. Ладно, там воротник он убирается, окей. Но я знаю, многие из вас, они ратуют, то есть вы ратуете за съемный капюшон, поэтому здесь он съемный. Соответственно, это еще один пример того, как компания «Сплав» прислушивается к своим покупателям и идет у них на поводу. Практически. Практически. Что касается теплоизолирующих свойств, потому что будет обязательно вопрос, на какую температуру рассчитана данная куртка, это зависит от активности, зависит от вашей индивидуальной восприятии теплых холод и от того, что вы будете одевать под нее. Понимаете? Потому что она может быть одета непосредственно, например, на футболку, а может быть одета на термобелье второго слоя. А может быть одета на термобелье первого слоя, утепляющий третий, и сверху вот этот софтшелл еще тоже утепленный. То есть в зависимости от этого вы уже будете подбирать на какую температуру. Но вообще это куртка осенняя, конечно. То есть она, как понять, осенняя. Но это вот я именно осень и осень, да, то есть такой снег еще не пошел, но ветер там сильный, уже холодный дует, дождик моросит. Погода мразь, короче. Вот для погоды мразь, вот эта куртка подойдет отлично. Если мы говорим про уже снег и мороз, то тут, конечно, надо утепленные модели именно с не ламинированным флисом, а уже подразумевающим утеплитель. Исходя из этого, что хочу добавить. Базальт был идеальный военный, вот я надеюсь, что диабаз будет идеальный тактический. Есть ли в планах, обязательно будет этот вопрос. Я предвосхищаю моих зрителей, наших зрителей. Есть ли в планах другие цвета? Да, в планах цвета есть. То есть, вот данная куртка будет пока выпускаться в черном. Она уже есть в наличии. Соответственно, в скором времени у нас появится она в оливковом. Что касаемо цветов, которые периодически просят. Серый, койот. Самые-самые главные. Самые главные тактические цвета. Нужно понимать, что мы компания коммерческая и ориентируемы все-таки на продажи. А как показали последние года, койот, серый, это довольно-таки такая узкая ниша любителей. Им виднее. Вполне возможно. Поэтому они серый и койот. Но, друзья, будет еще в оливковом цвете. Но я говорю, мне вот этот цвет очень нравится, потому что он подходит для города отлично. Ну, больше не вижу, как бы, о чем здесь еще можно говорить. То есть, все, что мы говорили про базальт, все, что мы говорили про концепции слоев, все, что мы говорили про маневр слоями, все, что мы говорили про нишу утепленного мембранного софтшела, все в полной мере относится к этой куртке. Только эта куртка сделана с упором, с акцентом именно на тактическое, то есть на городское применение. Не на военное. Она для военного применения слишком сложная, действительно. Вот эти молнии, обилие фурнитуры запорной, карманов, молний, прочее, прочее, прочее. Все это в формате военного применения лишнее, влияет прямо на износостойкость. Ну, может быть так, что в тяжелых условиях эксплуатации будет выходить из строя, соответственно, будет неприятность. Поэтому для города диабаз, для поля базальт. Экипируйтесь грамотно, друзья. До пребыви сами сила. Пока.